Привет всем! Неалкогольная жировая болезнь печени – проблема. Проблема потому, что, во-первых, встречается часто, около 30% популяции. Это литость с избыточной массой тела, метаболическим синдромом, с сахарным диабетом второго типа. Наиболее часто с сахарным диабетом второго типа это заболевание находит примерно в 60% случаев. Чем плохого это заболевание? А плохого оно тем, что высокая вероятность развития фиброза, цирроза и даже рака печени, а также связи с повышенным риском разного рода сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в этой статье в Медскейпе. Медскейп обсудил предложенные Американской ассоциацией гастроэнтерологов в тесном контакте с другими профессиональными медицинскими ассоциациями рекомендации по оказанию помощи таким лицам. И что же в этих рекомендациях? А в этих рекомендациях вот что. Когда тяжесть легкая, так достаточно одних мероприятий здорового образа жизни. Это адекватная физическая активность, а также здоровое питание, в котором наложены серьезные ограничения на олеводы, злаки и животные жиры. Когда тяжесть побольше, тогда уже необходимо подключать лекарственные препараты. Это в первую очередь противодиабетические средства. Здесь вы видите их название. Большие надежды связаны с новыми средствами, которые обладают противофибротическим действием. Здесь я даю название одного из этих препаратов, который же выпускается не только под брендовым, но и под генерическими именами. Однако цена этого препарата зашкаливает. Тот момент, что неалкогольная жировая болезнь печени развивается годами, десятилетиями, означает одно, что если профилактикой заняться вовремя, то названных в начале настоящего моего выступления тяжелых осложнений, тяжелых исходов можно избежать. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы!